Наблюдение запущенного случая рака левой молочной железы у пациентки 55 лет. Три месяца назад у пациентки выявили массивную опухоль левой молочной железы. Проведено гистологическое исследование, установлен диагноз аденокарцинома. Сейчас беспокоят жалобы на чувство нехватки воздуха тяжесть, общую слабость. Специфического лечения пациентка не получает. Область исследования органов грудной клетки. Контрастное усиление не проводилось. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагиттальной, аксиальной и фронтальных лоскостях по строениям трехмерной конструкции органов грудной клетки определяется мягкотканное образование в толще передней грудной стенки на уровне 2-3 межреберия слева по парастернальной линии размером 84х52х110 мм, ранее 69х58х57 мм и распространяющаяся в ткани левой молочной железы и средостения. Выхывает деструкцию тела грудины, формируя массивное мягкотканное образование 61х58х111 мм, увлекая в процесс 2-6-е ребро. Ткани левой молочной железы отечные, кожа утолщена до 13 мм, ранее 11 мм. На этом фоне определяются множественные мягкотканные округлые очаги диаметром до 28 мм. Лимфоузлы левой подмышечной области увеличены, определяется конгломерат размером 74х45х44 мм, ранее 56х53х36 мм. В переднем средостении образование прилежит к перикарду. В полости перикарда выражены скопления жидкости плюс 13 хаунсфилда, толщиной слоя до 15 мм, ранее 25-41 мм. Камеры сердца компримированы. Средостение смещено вправо. Диаметр легочных артерий до 22 мм, ранее 23-24 мм. В левой привральной полости скопление жидкости объемом до 800 мл. Ранее в обеих привральных полостях визуализируется скопление жидкости от 0 до плюс 14 хаунсфилда. Справа толщиной слоя в аксиальном сечении до 41 мм, слева до 25 мм. Пневматизация легких диффузно снижена. Определяется частичное от элестерозирования базальных сегментов справа, базальных и язычковых сегментов слева. В С1 справа единичная бузла 9 мм. Внутригрутные лимфатические узлы множественные, увеличенные шарообразной формой диаметром до 25 мм, ранее 21 мм. Обращает на себя внимание клиновидная деформация тела TH11. Высота переднего края 11 мм, заднего 21 мм. TH10. Склеротический очаг размером 22 на 11 мм. Плотностью до плюс 411 плюс 430 хаунсфилда. Блешной полости на уровне сканирования свободная жидкость не выявлена. Заключение. КТ-картина образования левой молочной железы с распространением на грудную клетку и средостения, с деструкцией тела грудины, на фоне выраженной лимфоденопатии средостения и левой подмышечной области. ПИРАЦ 6. Гидроперекар в правосторонних гидроторах, частичные от электаз базальных сегментов обоих легких. По сравнению с КТ от 20 апреля 2019 года отрицательная динамика. Рекомендована срочная консультация онколога-таракального хирурга. Таким образом, даже за 3 месяца злокачественная опухоль может заметно вырасти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА